Давайте начнем. Я, как всегда, начну с повторения. Не успел доказать в прошлый раз одно важное утверждение. Я рассказывал про преобразовательный треугольник. Я напомню, что в электрических сетях у нас есть такое преобразование, которое меняет сегмент сети типа звезда на сегмент сети типа треугольник. И замена приводит к эквивалентной электрической сети, если соответствующим образом менять веса на ребрах. А, Б, С. И формулы преобразования такие. Значит, А – это А, Б плюс Б, С плюс А, С на А. Б – то же самое на Б. И С – то же самое на С. И, значит, если обозначить это как преобразование… Если я хочу, чтобы это у меня было преобразование F, то такое преобразование будет удовлетворять уравнение. F1, 2, 3, F1, 4, 5 минус 1, F2, 4, 6, F3, 5, 6 минус 1 будет равно в обратном порядке и с обратными знаками. F1, 2, 3 минус 1, F1, 4, 5 с обычным знаком, F2, 4, 6 минус 1 и F3, 5, 6 с обычным знаком. Вот я хочу сейчас доказать это уравнение, а потом показать вам, что это то же самое, что уравнение тетраэдров-замолодчикова. Значит, для того, чтобы доказать это уравнение, нужно такую геометрическую манипуляцию провести. Давайте рассмотрим такой граф. Такой граф. Значит, мы будем считать, что вот эти четыре точки – это его граничные точки, это внутренние точки. То есть мы будем вообще с этим графом ассоциировать электрическую сеть. И мне нужны такие номера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я хочу теперь такую сеть трансформировать. Мы можем считать, что это часть большой сети, можем считать, что это отдельная такая сеть. Значит, трансформировать я буду следующим образом. Я начну трансформировать вот эту звезду в треугольник. Я применю F1, 2, 3. И у меня получится сеть следующая. Значит, вот это будет треугольник. Я ее сейчас вот так нарисую. Я вот звезду 1, 2, 3 преобразовал вот в этот треугольник. У него будут ребра 3, 1, 2. Останется 4, 5, 6. И дальше я буду применять преобразование 1, 4, 5, но с обратным знаком, потому что я буду преобразовывать вот этот треугольник 1, 4, 5. F1, 4, 5 в минус 1. Я буду преобразовывать его в звезду. И у меня получится граф вот такого типа. Значит, это не поменялось 2, 6. Значит, а вот эти ребра у меня поменяются, и это будут ребра 1, 4, 5. Дальше я хочу сделать преобразование звезда, треугольник 2, 4, 6. F2, 4, 6. И у меня получится граф такого типа. Такого? Значит, что у меня не поменялось? 3, 5, 1. А вот 2, 4, 6 у меня трансформировались, они стали наоборот. 2, 4, 6. И на конечном этапе я хочу применить преобразование 3, 5, 6 вот с этим треугольником. Я хочу из него сделать звезду, и у меня получится граф вот такого типа. Значит, 1, 2, 4, 3, 5, 6. Вот. И давайте пока просто поделаем манипуляции. Значит, с тем же самым графом я могу делать другие трансформации. Я могу не звезду 1, 2, 3 преобразовать в треугольник, а звезду 3, 5, 6 преобразовать в треугольник. И у меня получится граф другого типа. Он будет вот такой. Значит, это 1, 2, 4, 3, 5, 6. И это будет преобразование F3, 5, 6. Звезда в треугольник. Дальше я хочу преобразовать треугольник 2, 4, 6 в звезду. Это значит, что у меня будет преобразование 2, 4, 6 в минус 1. И вот этот треугольник 2, 4, 6 преобразуется в звезду. У меня получается граф вот такой. 1, 5, 3, 4, 4, 6, 2. После этого я хочу звезду 1, 4, 5 преобразовать в треугольник 4, 5. Это будет преобразование 1, 4, 5. И у меня получится граф вот такого типа. 3, 2, 6, 1, 4, 5. И если дальше с этим графом сделать преобразование 1, 2, 3 в минус 1, то есть треугольник 1, 2, 3 преобразовать в звезду, то у меня получится вот такой же граф. Такой же граф. Значит, f, 1, 2, 3 в минус 1. Давайте теперь подумаем, что я сделал. Я трансформировал электрическую сеть вот такого типа в электрическую сеть такого типа двумя разными способами. На каждом шагу, на каждом шагу трансформации у меня как-то менялись веса на ребрах. Ну вот как по тому преобразованию f, которое я записал на самой левой доске. Значит, ну и обратное преобразование, оно тоже дается явными формулами. Значит, каждый шаг, каждый шаг – это эквивалентные электрические сети. Это значит, что двумя способами, которыми я пришел в эту электрическую сеть, я получил эквивалентные электрические сети, на одном и том же графе. Значит, давайте теперь немножечко вспомним теорему, которую я приводил, но не доказывал, про критические графы. Это одна из структурных теорем теории Кертиса. Значит, решение такое, что если граф критический, то, ну там, планарный, циркулярный критический граф, то по матрице отклика восстанавливаются проводимости на ребрах. Я хочу доказать утверждение. Граф, ну вот пусть вот этот граф будет называться Г, вот этот граф. Граф Г критический. Кри-ти-ческий. Значит, если вы помните, что такое критический граф, такая вещь, это граф удаления или стягивания любого из ребер которого меняет связность этого графа. Значит, давайте вот этот граф отдельно проанализируем. Я его отдельно здесь изображу. Значит, я напомню, что вот эти вершины называют, у нас были внешними, и есть какие-то две вершины внутренней. И связности – это такие наборы непересекающихся путей, которые соединяют внешние вершины. Но давайте посмотрим, что происходит. Ну, значит, очевидно, что удаление ребер 6 и 1 меняет связность, потому что если есть какая-то связность, которая эту вершину связывает с какой-то другой, то эта связность нарушается при удалении ребер 1 или 6. Значит, ребра 5 и 2. Ну, значит, если мы удаляем ребро 5, ребро 5, то какая, например, связность нарушается? Ну, например, такая и такая связность нарушается, ну, потому что двум путям надо будет пройти через вот эту вершину. Вот. Значит, если мы удаляем ребро 5, ну, с ребром 2 – та же самая история, ребро 4. Если мы удаляем ребро 4, то что? А, то нарушается связность между, ну, например, между вот этой парой вершин и этой парой вершин. То есть эта пара вершин еще остается связанной, связанной, а вот для этой уже не найдется пути, потому что вот это общее ребро будет занято. С ребром 3 удобнее показать, что нарушается связность, если это ребро не удалить, а стянуть. Если это ребро стянуть, то просто здесь появляется одно узкое место, вот эта общая точка, и тогда связность между вот этими двумя парами вершин не может реализоваться, потому что тогда вот два пути начинают пересекаться. В общем, я спрошу еще раз это внимательно проанализировать, но по каким-то очень банальным причинам этот граф оказывается связанным. А из этого следует, что две эквивалентные сети на таком графе будут иметь одинаковые проводимости ребер. Значит, вот давайте. Граф связанный. Из этого следует, ну вообще из этого следует звездочка, вот это уравнение, потому что это уравнение, это как раз то, какие получаются проводимости ребер на графе справа, если мы стартуем с произвольных проводимостей на графе слева. Так что вот здесь начинает работать эта серьезная теория, и мы получаем такое уравнение. И я хочу теперь вывести уравнение тетраэдеров для немножечко трансформированного преобразования. Значит, давайте я напомню, я вводил такую инволюцию, это S от X равно 1 на X, не бог ведь что, и использовал такое преобразование F, которое получается, если вот это преобразование F немножечко сопрячь, а немножечко это так, это значит единица S, единица F, S, единица S. Значит, я ввел такое, и еще была вам лемма на дом, лемма, значит, она такая, что S на S на S на F на S на S на S равно F минус 1. Вот, ну я надеюсь, что вы это все проверили, а если не проверили, то проверите на экзамене. Значит, теперь я хочу доказать, что если F квадратное удовлетворяет уравнению звездочка, то F круглое удовлетворяет уравнению тетраэдеров. А уравнение тетраэдеров, давайте утверждение, утверждение, что если F удовлетворяет звездочка, то F удовлетворяет уравнению тетраэдеров, то есть, ну, это то же самое, только без обращений знаков. F 2 4 6 равно наоборот. Наоборот. Ну, давайте я докажу, хотя это, в общем, какая-то такая простая вещь. Ну, я хочу вот прям писать то, что мне нужно. Я хочу, я знаю ответ, и я хочу его доказывать. Значит, для того, чтобы из этого сделать это, нужно правильным образом сопрячь наш элемент. Ну, вот я буду левую часть, вместо F писать F красивая. Значит, для F 3 5 6 в минус 1 я должен написать такую вещь. Это S 3, S 6, F 3 5 6 в минус 1 и S 5. Вот это F красивая 3 5 6. Дальше нужно написать S уже 4, F 2 4 6, S 2, S 6. S 1, S 5, F 1 4 5 в минус 1, S 4. И последнее это S 2, F 1 2 3, S 1 S 3. Значит, если приглядеться к этому выражению, то в нем кое-что сокращается. Значит, ну, например, вот это S 2 сокращается с этим S 2, потому что они коммутируют с отображением, которое действует в других компонентах, в других декартовых компонентах. Поэтому вот это можно удалить. И если мне не изменяет память, еще удаляется S 5 и S 5, потому что они тоже проносятся через преобразование, которое действует в других компонентах. Вот. А с остальными элементами можно такую сделать манипуляцию. Значит, вот это S 4 можно отобразить, отправить направо. оно просто тоже коммутирует с этим. И вот это S 6 тоже можно отправить направо. Тоже ни с чем не коммутирует. А вот это S 1 коммутирует с тем, что слева. И S 4 тоже коммутирует слева. В общем, я хочу сказать, что то, что получается в левой части моего желательного уравнения тетраэдеров, это такая вещь. Это левая часть такого скрученного уравнения, сопряженного элементами с 1, S 3, S 4, S 6. И дальше вот находится такая. 3, 5, 6. Ну, давайте я просто напишу, что это левая часть left-hand side от звездочки. И тоже S 1, S 3, S 4, S 6. Вот. И значит, если я теперь запишу правую часть того, что мне нужно, правую часть того, что мне нужно, но с другими элементами. Сейчас, значит, я хочу написать такое. Значит, S 1, S 3, F 1, 2, 3 в минус 1 на S 2, S 4, F 1, 4, 5. Вот так. Значит, еще раз, это выражение, которое соответствует правой части, если я подставлю вместо F F с волной. S 1, И здесь происходит то же самое. Здесь какие-то элементы сокращаются, но вот что-то сокращается. S 2 с S 2 сокращается, S 5 должно сократиться тоже с S 5. Вот. А все элементы группируются таким же способом. S 4, S 4 можно перенести направо, S 1 тоже легко проносится сюда. И S 6 должно благополучно перенестись налево, и S 4 тоже налево. Вот. В общем, в результате получается то, что правая часть желаемого мной уравнения это S 1, S 3, S 4, S 6 на правую часть уже известного уравнения. S 1, S 3, S 4, S 6. Ну, это, конечно же, обратимое преобразование, поэтому мы сразу получаем что нужное нам уравнение тетраэдеров это следствие звездочка. Хорошо. Еще один сюжет, с этим мы закончили. Уравнение преобразования, которое у нас возникало в электрических сетях, оно очень жесткое, то есть оно является вот этим высшим аналогом уравнения Янга-Бакстера, оно решает уравнение 3 симплексов, уравнение тетраэдеров и, в общем, отвечает за какую-то старшую такую симметрию в задаче про оснащенные сети, про оснащенные графы, то есть в задаче про электрические сети. Я хочу еще один сюжет очень коротенько, схематично вам рассказать, который тесно связан с комбинаторикой уравнений инсимплексов и он называется сюжетом про старшие порядки Брюа. Но, наверное, надо, чтобы я вам сказал, напомню, что такое младший порядок Брюа. Я буду рассматривать просто группу СН с набором генераторов. Это некоторый мультипликативный набор генераторов. Если такие данные есть, группа и набор генераторов, то говорят про порядок Брюа. Во-первых, про длину элемента ЛС это минимальное количество букв в слове представляющем С. Значит, о чем идет речь? С можно представить в виде произведения С1 и так далее, СЛ, где С и Т принадлежат выбранному набору генераторов. Говорят про приведенные слова, то есть про такие слова, в которых все соотношения уже учтены, которые нельзя упростить. И в приведенных словах минимальная длина слова из данных генераторов, которые реализуют данный элемент симметрической группы, называется длиной этого элемента. Давайте я сразу пример рассмотрю, самый наш рабочий, это будет пример группы С3, в которой я буду рассматривать два генератора, это С1 и С2. И вся группа состоит из таких элементов, это 1, С1, С2, С1, С2, С2, С1, и С1, С2, С1, которое равно С2, С1, С2. Давайте их еще как-нибудь запишем. Я хочу это записать таким выражением, то есть это такая перестановка, которая все оставляет на месте, 1, переводит в 1, 2, в 2, 3, в 3. С1, это перестановка, которая меняет местами первые два элемента, С2, перестановка, которая меняет местами вторые два элемента, это 1, 3, 2, это нам сейчас скоро понадобится, С1, С2, значит, это такая перестановка, это уже будет цикл, четная перестановка, 3, 1, 2, С2, С2, С1, это 2, 3, 1, ну и самая длинная перестановка, это 3, 2, 1, вот такая перестановка, она двумя разными способами представляется, самая длинная, хотя это транспозиция, то есть четность у нее единица, ну это нечетная перестановка, у нее знак отрицательный, значит, вот есть такое задание элементов симметрической группы с помощью набора генераторов, вот все, что здесь говорится, существенно зависит от выбора этого набора генераторов, ну и тогда получается, что вот у этих, это перестановка длины 0, эти два длины 1, эти длины 2, это длины 3, что такое порядок брюа, порядок брюа, брюа, ну их есть несколько разных типов, значит, какой мне понадобится, ну давайте я скажу там полный порядок, полный порядок, значит, говорится, что две перестановки, две перестановки сигма и тау находятся в этом порядке, если любое слово, любое слово, приведенное слово, приведенное слово для тау подслово, 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 приведенное слово, слово для сигма, вот, значит, есть, есть такой порядок, есть правый и левый порядок, но это значит, что мы рассматриваем только слова, которые дополняются справа или слева, ну то есть, вот, например, в левом порядке вот, есть отношение порядка между двумя такими элементами, то есть, этот элемент больше этого, потому что слово, минимальное слово для этого элемента, оно включает, в смысле, является дополнением слева минимального слова для этого элемента, но уже между этими элементами такого левого порядка брюа не будет, вот, но зато вот этот элемент доминирует сигма-2 в правом, с помощью правого порядка, вот, но с помощью полного порядка любой из этих элементов доминирует любой из этих, значит, это отношение порядка, оно визуализируется с помощью графа брюа, и это такая, такая вещь, Я хочу нарисовать единицу. Есть единица, есть сигма 1, сигма 2, сигма 1, сигма 2, сигма 2, сигма 1. И вот это наш самый любимый, самый длинный генератор, который символизирует для нас уравнение Янга-Бакстера. Так, что-то там не очень хорошо видно. Сейчас я его поярче нарисую. Вот такой граф для полного порядка Брюа. Если рассматривать левый порядок Брюа, то граф будет меньше. Давайте я его тоже здесь как-нибудь... Значит, левый порядок Брюа – это значит, что что-то доминирует, если что-то дописывается слева. Но вот останутся вот такие вещи и такая вещь. Вот этот оранжевый – это граф для левого порядка Брюа. То есть он отражает все доминирования с помощью левого порядка Брюа. Очень хорошо. Теперь немножечко более формальной математики. Давайте соберемся. Значит, я введу несколько новых понятий. Давайте рассмотрим множество из n элементов. И будем в нем рассматривать множество подмножеств мощности k в множестве из n элементов. То есть, да-да, множество k элементов из множества n. Вот, ну, там оно имеет соответствующий размер c из n така. Значит, я буду рассматривать на этом множестве. Значит, а… Сейчас нужно еще кое-что ввести. Значит, я введу такое обозначение. Значит, если и один, и так далее, и k – это такое подмножество, то, и я его обозначу как тоже sigma, то sigma lt с домиком, но это подмножество, из которого выкинут lt элемент. И lt выкинуто, и все остальные оставлены, ну, и оно содержится в c из n, k – 1. Значит, такое будет естественная конструкция границы. Теперь я хочу ввести такое множество a, n, k. Это будет множество полных порядков, порядков на c, n, k. Ну, полный порядок – это значит, что это множество таких слов. c1 и так далее, c, ну, вот какое-то n. c1 – это такая цепочка, полный порядок – это цепочка упорядоченных элементов из c, n, k. То есть множество полных порядков на этом множестве – это множество таких слов полной длины из элементов множества c, n, k. Но я буду рассматривать не любые полные порядки, а такие, что… Такие, что… Значит, для любого элемента омега из c, n, k плюс 1, Омега 1, k плюс 1, либо наоборот. Я сейчас это проиллюстрирую. Попробуйте пока понять формальное утверждение. То есть, вот смотрите, в множестве c, n, k есть разные множества. Все эти множества являются какими-то компонентами границы для множества на единицу большей размерности, на единицу большего размера. И вот на этих компонентах границы, на них есть естественный лексикографический порядок. Вот мы требуем такое условие, чтобы полный порядок называется допустимым, если вот этот естественный лексикографический порядок на границах множества большего размера, он был либо прямой, либо обратный. Вот такое сложно перевариваемое условие. Давайте я еще немножечко поговорю абстрактно, а потом представлю вам пример, который полностью извинит эту конструкцию. Значит, дальше, вот это множество я определил. На множестве порядков у меня будет отношение эквивалентности. Я буду говорить, что два таких порядка, а и а' из а, n, k эквивалентны, если они отличаются перестановкой соседних элементов, то есть если а равно c1 и так далее, c и, c и плюс 1, c и, c, n. А, а' это c1 и так далее, c и плюс 1, c и, c, n. Но при условии, что c и плюс 1, значит, при условии, что их объединение, что их объединение, c и, оно имеет мощность больше либо равно k плюс 2. Давайте пока на этом не сильно ограничивать свое внимание. Я все равно не буду доказывать основные теоремы. Я хочу сделать утверждение и показать, как эта конструкция связана с той комбинаторикой гиперкуба, которую мы использовали для построения уравнений тетраэдров и янсимплексов. Значит, в общем, на этих порядках есть некоторые отношения эквивалентности. Будем его называть вот такой волной и введем. Так, давайте еще B такое будет. Bnk, это Аnk, профакторизованное по этому отношению эквивалентности. Хорошо, теперь заметим, что на множестве порядков есть частичный порядок, и он определяется следующим образом. Значит, на Bnk имеется частичный порядок. Значит, мы говорим, что, ну как мы их будем обозначать, что B, B меньше либо равно B штрих, если существует такое D из A, а из, сейчас, из Cnk плюс 1, такое, что D1 и так далее лежат в неправильном порядке относительно B, и они находятся подряд, и расположены подряд. Ну, это значит, что B это такое выражение. Это что-то, а потом Dk плюс 1, D1 и еще что-то. Так вот, если это так, то трансформации в D порядка B называется, ну, уже правильное расположение, правильное расположение этих компонентов в границе D. Вот. Значит, это B штрих. И таким образом на Bnk вводится частичный порядок. И дальше давайте я теперь все-таки все-таки я теперь немножечко приведу пример. И примером будет самый простой. Это n равное 3, а k равное 1. Что такое Cnk? cnk, 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 ну, это, ну, это, это набор, ну, в смысле, это три элемента. Значит, у меня есть множество из трех элементов, и я из него выбираю одноэлементные подможества. Ну, это вот 1, 2 и 3. Значит, cnk состоит из трех элементов. Значит, что такое aNk? aNk, множество полных порядков на множестве из трех элементов. Но это все слова такого типа a2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, a2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1. Ну, если вы заметили, то это в точности элемент нашей группы перестановки, перестановок из трех элементов. Давайте я это нарисую. Я нарисую куб. Значит, я хочу ввести такой порядок на сторонах. Значит, у меня будут, ну, вот это направление будет первое, это направление будет второе, а это будет направление третье. Значит, я зафиксирую еще две точки, начальную и конечную. Ну, условно, это точка 0, 0, 0 с координатами 0, 0, 0. Это точка с координатами 1, 1, 1. Вот. И мой тезис такой, что все полные порядки на множестве из трех элементов это пути из точки 0, 0, 0 в точку 1, 1, 1. Но это такие пути, которые как бы не понижаются. То есть такие монотонные пути, которые по каждой координате растут. Ну, а координаты у них такие. И вот так расположена первая ось, так расположена вторая ось, и так расположена третья ось. Значит, и полному порядку я сопоставляю путь по простому правилу, что, значит, если у меня начинается все с… Ну, в общем, элементы в соответствующей позиции – это направление шага, которое я делаю в этот раз. То есть 2, 1, 3 означает, что сначала я смещаюсь по направлению 2, потом я смещаюсь по направлению 1, а потом я смещаюсь по направлению 3. Ну, и все вот эти слова – это какой-то путь из начала в конец, и их ровно 6 штук. Значит, это вот… Ну, это пути на графе, такие монотонные пути на графе, и это элементы групп перестановок. Ничего не поделаешь. И дальше, ну, там вот было такое отождествление, но оно в данном случае оказывается стерильным, тут нет никаких соотношений, потому что, значит, если мы берем 2 элемента, то их объединение не может содержать, там, k плюс 2 точки, ну, потому что это, они маленькой размерности. Вот. Значит, B, N, K – это в точности полные порядки, но давайте вот в одной вещи убедимся в том, что, если вы помните, я требовал, чтобы эти полные порядки были такие, что в них границы старших клеток всегда либо упорядочены правильно, либо наоборот. Значит, что вообще здесь подразумевается? Значит, ну, просто в данном случае это условие тоже оказывается стерильным. Значит, нам нужно рассмотреть множество C3,2. Это множество-подножество из двух элементов. И что это за множество? Оно состоит из таких вот замечательных подножеств. И границы этих подножеств, они такие, 1,2,1,3, ну, уже через запятую, и 2,3. Вот условие, которое было в конструкции, оно заставляло нас фиксировать порядок, что между этими элементами порядок либо прямой, либо обратный. Но это не ограничительные условия. Иными словами, в данном случае множество B и NK – это просто наша симметрическая группа. И я хочу показать, что за условия вот этим сложным способом закодировано. Условия на частичный порядок, на множестве полных порядков вот в этой жуткой комбинаторной конструкции. Давайте посмотрим, что происходит. Я хочу начать с вот этого пути, который отвечает единице нашей группы. Значит, этот путь – это 1,2,3. И я хочу посмотреть, можно ли его мутировать по такому правилу, которое я изобразил. То есть, есть ли в нем какой-то набор элементов, вот давайте этот путь, он у меня обозначается таким полным порядком на множестве из трех элементов. Значит, я, вероятно, я немножечко ошибся со знаком. Но давайте считать, что вот так будет. Вот так будет выполняться. Значит, вот в этом пути любые подмножества, они корректно упорядочены. Это значит, что если мы возьмем такую пару подряд, то это граница в правильном порядке от множества из двух элементов 1 и 2. Если мы возьмем вот такую пару подряд, то это тоже граница множества 2,3 в правильном порядке. Это значит, что в этом полном порядке все соседние пары правильно упорядочены. Ну, то есть, в некотором смысле это такое максимальное слово. Значит, вопрос, что оно может доминировать. Ну, оно может доминировать то, что эти порядки трансформируют. То есть, ну, вот, например, путь, который проходит вот таким образом. Значит, оранжевый путь. Оранжевый путь – это у меня путь 1, 3, 2. Он сначала идет в направлении 1, потом идет в направлении 3, а потом в направлении 2. Вот этот путь называется ближайшим полным порядком, который доминируется вот этим порядком. Потому что в паре своих элементов, которые расположены правильно, мы можем его заменить на другую пару элементов уже в обратном порядке. Они тоже будут подряд в этом полном порядке. То есть, это допустимый полный порядок по нашему правилу. И, значит, они будут отличаться на одну транспозицию. В общем, я хочу сказать, что оранжевый путь – это ближайший, меньший путь по отношению к синему. Можно двигаться дальше, можно найти ближайший путь, который доминируется оранжевым. И он, как вы уже догадываетесь, будет вот таким путем. И красный путь – это путь 3, 1, 2. Правильно? 3, 1, 2. И красный путь можно еще одним образом. То есть, красный путь доминирует еще один путь. Это вот такой путь. Фиолетовый путь. И фиолетовый путь будет иметь у нас обозначение. Мы сначала идем в направление 3, потом идем в направление 2, а потом идем в направление 1. Вот. Ну, если вы приглядитесь, то это правая ветка на левом графе порядка бурюа для симметрической группы. То есть, вот эти пути, которые мы ассоциируем с элементами симметрической группы, значит, порядок бурюа, левый порядок бурюа на симметрической группе, он моделируется вот этим страшным комбинаторным порядком на множестве полных порядков в наборе этих элементов меньшеразмерности. В общем, вот эти 2 цепочки в частичном порядке на множестве полных порядков БНК, они для нас представляют большой интерес. Ну, собственно, первая теорема, которая здесь есть, утверждение, утверждение, что вот эта штука – это порядок. Порядок. И эта теорема, это утверждение, эквивалентна тому, что я доказывал про граф гамма, когда определял уравнение инсимплексов и способ раскраски абсолютно исходящих граней по абсолютно входящим. Вот то, что это возможно сделать, это эквивалентно тому, что вот это отношение – это порядок. Вот в этом месте, значит, эти две задачи, они родственны, ну, там буквально про одно и то же. Давайте я теперь сформулирую все-таки основную теорему. Я хочу сказать, что эти результаты, они принадлежат Манину, Шехтману и еще есть несколько авторов. Но я думаю, что вы найдете эти работы, если они вас заинтересуют. Так, значит, основное утверждение такое, что BNK, утверждение. Я уже сказал, что это имеет частичный порядок. Это ранжированное множество, ранжированное рованное множество. То есть, значит, на нем есть функция, ранга, имеет функцию ранга. Это функция инверсий от B. То есть, это функция, это количество, это количество, количество таких D, что D1, D из C, N, K плюс 1, таких, что D1 больше D2, DK плюс 1, ну и то же, и находится подряд. То есть, еще раз, у нас есть B, это полный порядок в C, N, K, удовлетворяющий всем условиям. И в этом B есть некоторые наборы, которые упорядочены неправильно по отношению к множествам старшей размерности. Ну, то есть, вот в этом примере, значит, это, ну вот, на этом полном порядке все наборы правильно упорядочены. Дальше, вот на вот этом порядке уже один набор упорядочен неправильно, второй правильно. Вот. Самый дальний, на нем все наборы упорядочены неправильно. То есть, 3, 2, 1, в нем любые поднаборы упорядочены неправильно, их там три штуки. Вот. И вот эта функция неправильно упорядоченных наборов, она называется функцией инверсии от порядка. Вот. И она является функцией ранга для порядка. Вот в каком смысле, что если есть B1, который меньше B2, то минимальная цепочка B1 C, K1, K2 и так далее, К, L, равная B2, имеет длину L, которая есть разница инф B2 минус инф B1. Вот. Только, простите, не минимальная, а максимальная. Конечно, максимальная. Минимальная может состоять просто из них двух, а вот максимальная включает все элементарные мутации от одной к другой. Значит, и теперь есть утверждение, что множество всех максимальных цепочек… А, сейчас, значит, сейчас, одну секунду. Значит, первое, есть ранжирование. Дальше, имеется B минимальный и B максимальный. То есть единственный минимальный и максимальный элемент во всем этом частично упорядоченном множестве. И последнее, что множество всех максимальных цепочек между B минимальным и B максимальным, оно изоморфно АНК плюс 1. АНК плюс 1, то есть множество полных порядков уже в множестве подмножеств из К плюс 1 элемента. В нашем случае у нас было две цепочки, которые были двумя ветвями левого графа Брюа из трансформации этих путей из минимального и максимального, ну или наоборот. И эти две цепочки, я их вам изображу, они полностью соответствуют 1, 2, 3, 2, 3. И второе – это 2, 3, 1, 3, 1, 2. Сейчас, значит, одну секунду. Вот это все три множества, которые бывают в нашем множестве, множество С, С, 3, 2. Значит, оно состоит из этих трех, оно содержит в качестве элементов вот эти три подмножества. И максимальные порядки, вот я утверждаю, что допустимые максимальные порядки – это только такие элементы. Значит, почему? Потому что мы должны рассмотреть трехэлементное подмножество и из него выбрасывать элементы. 2, 3 в лексикографическом порядке. То есть вот такой порядок является правильным, ну и есть неправильный обратный порядок. Значит, это правильный и это неправильный порядок. Вот только такие полные порядки в А, в С, 3, 2 допустимые. И вот оказывается, что множество максимальных цепочек в В, 3, 1 – это в точности множество полных порядков в С, 3, 2. Вот, давайте в отношении порядка Брюа на этом остановимся. И я начну такую заключительную часть, но я все-таки ее закончу в следующий раз. Вот, собственно, ради чего все это затевалось? Ради того, чтобы понять, какая алгебраическая структура, помимо работы Кертиса, есть в теории электрических сетей. И как это связано с кластерными алгебрами. Так что у нас будет еще вот эта и следующая лекция, и мы благополучно закончим на этом. Я напомню, что у нас был граф, была функция С из ребер в R+. Ну, еще вершины были поделены на внешние и внутренние. И мы такую решали задачу про матрицу отклика, которая связывала токи во внешних вершинах с потенциалами тоже во внешних вершинах. MR, матрица отклика. Ну, там матрица отклика, это дополнение Шура, матрица Киргофа. В общем, такая хорошая сформировавшаяся область. Но оказалось, что еще одна структура, которая в электрических сетях присутствует, для того, чтобы ее определить, мне нужно вернуться к понятию срединного графа. Давайте рассмотрим ребро, отдельное ребро графа электрической сети. И я буду рассматривать срединный граф для этого, фрагмент серединного графа. Этот фрагмент дальше склеивается с какими-то остальными фрагментами, но здесь он существует. Еще мне потребуется некоторая дополнительная информация. Давайте я это опишу. Ну, то есть это фрагмент вообще всей нашей сети. И что-то здесь есть. Что-то такое. Я хочу, чтобы граф был Г-критический. И помните, такое условие возникало, что срединный граф был безлинзовым. Это значит, что все геодезические не имеют самопересечений. Не имеют самопересечений и не имеют линз. Ну, то есть две геодезические не могут пересечься в двух точках. Вот такое у нас запрещено. Давайте я пока просто декларирую то, что МГ будет обладать таким свойством, что он будет у меня безлинзовый. И еще я его дополню ориентациями все геодезические. Ведем ориентации на геодезических. Это значит, что какие-то ориентации у меня будут выбраны. Это значит, что локально на моем ребре у меня возможны две ситуации. Вот такая ориентация и такая ориентация. Я хочу… Значит, да, и на этом ребре есть естественные переменные. Значит, есть потенциалы в вершинах. Есть ток, который течет по И, который течет по самому ребру. Ну, и есть проводимость, которая этому ребру соответствует. Значит, ну, и есть закон Ома, который связывает все эти числа. Значит, какой закон Ома? Что ток, который течет от первого ко второму. Давайте я вот это направление зафиксирую. Этот ток, он равен У2 минус У1, С на У2 минус У1. Вот есть такой закон Ома. Я хочу ввести новые переменные. Это довольно типично в мире кластерных алгебр, кластерных многообразий. Правило будет такое. Первое правило такое, что я хочу ввести переменные на недостающих двумерных клетках срединного графа. На вот этих двумерных клетках у меня переменные будут У1 и У2. А здесь я хочу ввести такие переменные, G1 и G2, такие, чтобы их разность равнялась бы току, который здесь есть. G1 минус G2 должно равняться току. Ну, здесь то же самое. То есть, я хочу здесь ввести G1, здесь G2. Значит, я стрелочкой обозначил естественную ориентацию, которая есть на планарном графе, поскольку он вложен в диск, на котором есть некоторая раз и навсегда фиксированная ориентация. Значит, это позволяет мне делать обход по двумерным клеткам. Ну, и, соответственно, вводить направление для тока на данной двумерной клетке. В общем, я хочу первое, что сделать, это ввести вот эти дополнительные переменные. Это небольшое расширение пространства моих переменных. То есть, вместо токов на ребрах у меня будут токи на недостающих двумерных клетках. Такое всегда можно сделать. Ну, давайте посмотрим, какие могут быть препятствия. Значит, вот пусть у меня есть некоторый фрагмент моего... моего графа. Значит, на нем есть... Я строю срединный граф. На нем живут... Ну, вот на нем живут какие-то токи. И один, и два, и так далее. Здесь есть потенциал. Есть проводимости на ребрах. Я хочу определить токи на двумерных клетках. g1, g2, ну и так далее. Ну, везде я буду писать условия, что там g, значит, и 2 равно... g2, и 2, это у меня g2 минус g1, и 3 равно g3 минус g2, и так далее. Ну, значит, вопрос, есть ли решение у такой системы уравнений. То есть, могу ли я найти решение для g2. Ну, надо написать эту матрицу. Но она будет... Сейчас хочу написать такое, что... И это матрица S, умноженная на g. И матрица S имеет такой вид. Минус 1, 1, минус 1, 1, и так далее. Минус 1, 1. Вот. Ну, чудесная матрица. У нее ранг n-1. Сумма строк 0. Сумма строк 0, а вот этот минор невырожденный. Значит, это матрица ранг n-1. И вектор i, он тоже такой же. Сумма токов во внутренней точке равна 0. Поэтому, ну, как бы этот линейный оператор, он... В смысле, этот вектор лежит в образе этого линейного оператора. Поэтому всегда есть решение. Но оно не единственное. Оно, естественно, не единственное. Потому что у матрицы есть ядро. Это единичный вектор. Это вектор пропорциональный единичному. Поэтому решение, ну, вот эти переменные g, они определенные с точностью до общего сдвига. Но меня это не будет интересовать. Это такой общий глобальный сдвиг на всем графе, если мы продолжим эту задачу дальше. Вот. В общем, можно ввести такие переменные. Но это еще не все. Значит, дальше то, что мне нужно сделать, значит, здесь g, g1 минус g2 равно i. Ну, это мне, наверное, уже не понадобится. Дальше я хочу ввести переменные на ребрах. Сейчас срединный граф у меня такая конструкция, что на всех двумерных клетках у меня есть переменные. И все ребра ориентированы. Я теперь хочу ввести переменные на ребрах. И буду строить их по такому принципу, что вот если теперь это у меня ориентированное ребро срединного графа, а в этих двух областях слева и справа от этого ребра находятся переменные x и y, то на ребре я размещу переменную y минус x. То вот на этом ребре у меня будет переменная y минус x. Сначала я беру то, что слева и вычитаю из него то, что справа. Вот. После всех этих трансформаций я забуду о начальном графе. Оставлю только срединный. И оставлю всю необходимую информацию. Значит, мне будет ориентация. Или такая ориентация. Ну вот я буду... Сейчас я уточню это. Значит, при такой ориентации у меня не будут называться беленькими, а при такой ориентации вершины у меня будут называться черными. Значит, ну это потому, что я все-таки знаю о том, что ребро здесь проходило... В общем, что здесь входящие ребра срединного графа были с разных сторон от ребра самого графа, а здесь с одной стороны. Вот эта информация будет мной кодироваться в виде цвета вершины, уже, ну вот, четырехвалентные вершины срединного графа. И, значит, теперь у меня на всех ребрах срединного графа есть переменные. x1, x, y, x' y'. Правильно? Нет, неправильно. Это будет x', это y', и здесь будет то же самое, x, y, x', y'. Вот теперь оказывается, что в этих переменных, если я сделаю все вот по этому правилу, в этих переменных закон Ома выразится следующей формулой. Значит, давайте я для беленькой вершины ее напишу. Значит, x' y' – это такая матрица. Минус c, единица минус c, единица плюс c и c на x, y. Значит, а здесь формула будет очень похожая, но немножко другая. единица на c. Единица на c. единица на x, y. Так. И, значит, вот это выражение, вот это выражение, я обозначу фи от c. Хорошо. Значит, так, что-то я хочу стереть. Что надо быть? Вот так. Утверждение. Фи от c решает локальное уравнение Янга-Бакстера. Значит, это такое выражение. Фи 1, 2 от x. Фи 1, 3 от y. Фи 2, 3 от z. Равно. Значит, здесь, ну, здесь нотация стандартная. Значит, фи 1, 2. Ну, это такой блок. Значит, это фи. Это матрица 3 на 3, у которой блок 1, 2. Это матрица фи. Фи — это матрица. Это просто матрица, зависящая от c. Значит, фи 1, 3, но это... Фи 1, 3 — это блок, ну, у которого фи стоит вот в этих местах. На первом и третьем месте. Ну, и фи 2, 3 — это блок, смещенный в правый нижний угол. Значит, если бы переменных здесь не было, то это было бы стандартное уравнение Янга-Бакстера. Ну, почти стандартное. В общем, более-менее уравнение Янга-Бакстера. Но оказывается, что имеет смысл рассматривать такие деформации уравнения Янга-Бакстера, когда параметры меняются некоторым образом. Но самое интересное здесь — это то, как меняются параметры. А именно так, что x'y'z' — это f от x'y'z, где f, но это почти то электрическое решение, о котором мы с вами говорили. Приводит в x плюс z минус x'y'z. Значит, это переводит x'y делить на x плюс z минус x'y'z, значит, это почти то электрическое решение уравнения тетраэдров. В общем, этот знак минус непринципиален здесь. Но давайте зафиксируем следующую вещь, что φ, вот эта матрица φ, которая, в общем-то, характеризовала закон, он, в смысле, описывала закон Ома на проводнике, в других координатах, в других переменных, ну вот так хитро преобразованных, которые я ввел на срединном графе. Значит, эта φ, она решает такую деформацию уравнений Янга-Бакстера, в которой параметры меняются в соответствии с решением уравнения тетраэдров. В этом есть очень глубокий смысл. То есть, в общем, конечно, уравнение тетраэдров контролирует, ну такие старшие гомотопии, что ли, уравнение Янга-Бакстера, старшие поправки. И в этом примере это максимально явно представлено. Хорошо. Значит, это утверждение. Давайте я задам вектор, как бы вообще, к чему мы стремимся. И это направление такое. Сейчас, одну секунду. Локальное. Да, уравнение Янга-Бакстера. Хорошо. Давайте я рассмотрю электрическую сеть на вот таком графе. Это очень просто. Это просто звезда. Но мне будет удобно его изображать так, потому что это, что называется, стандартным графом. Срединный граф для такого стандартного графа, он вот так выглядит. Давайте я на срединном графе введу ориентацию. И дальше, что я там говорил, что вот эти вершины у меня плотные, вот эти вершины плотные, а вот эта вершина, если я правильно помню, белая. И начальная задача, которую мы с вами решали, состояла в том, чтобы по потенциалам в граничных точках U3 найти токи в этих же граничных точках U3. Значит, MR, оно отправляло U в I. Вот. Я все запутал и предложил рассматривать другие переменные. Значит, я сначала предложил рассматривать переменные G1, G2, G3, а потом и того хуже, переменные на вот этих вот ребрах. Ну, давайте я их все-таки как-нибудь обозначу. Значит, это переменные будут X1, X2, X3, а это будут переменные X1'', X2', X3'. Значит, ну и эти переменные, они переписываются через все остальные переменные. ну, например, там, не знаю, X1'', это, X1'', это у меня U1-G2. X2'', это G1-U1. Ну и так далее. В общем, есть некоторое линейное выражение, которое одни переменные выражают через другие. X3''. Значит, оказывается, что связь между синими переменными, она выполняется с помощью произведения вот этих матриц, которые характеризуют закон Ома в каждом ребре. Ну, то есть, вот я хочу вычислить переменные, которые будут жить на вот этих ребрах. Давайте я их обозначу как-нибудь у1 и у2. Вот у1 и у2 у меня выражается с помощью φ от минус единицы на С через X1 и X2. Ну вот, эти матрицы, они еще связаны таким преобразованием, что эта матрица, это такая матрица, если вместо С подставить минус единицы на С. То есть, вот эти переменные я могу выразить через начальные переменные с помощью вот этой матрицы С. Ну, дальше я хочу, я уже знаю эту переменную и эту переменную. Я могу вычислить эту переменную и эту. Давайте здесь я введу переменную Z3, и тогда я смогу написать, что X1, X1 штрих и Z3 это уже просто φ. Только, значит, здесь будет пусть C1, C2, C3. Здесь будет C1, здесь будет уже φ просто от C2 и от переменных, которые X3 и Y1. Ну, и дальше, значит, я уже знаю вот эту переменную и эту переменную и эту и эту, и я могу вычислить оставшиеся переменные X2 штрих на X3 штрих. Это φ от минус единицы на C3 на C3 от переменных X2, X3. Наверное, это будет от переменных Y2, Z3. Вот. Но, значит, весь этот набор соотношений, он позволяет выразить переменные справа через переменные слева. Ну, вот на самом деле это, вот это частичное, такое последовательное преобразование, это, ну, это композиция вот этих выражений φ. То есть, то, что там написано, это примерно такое выражение, что X1 штрих, X2 штрих, X3 штрих это такая штука. Это, значит, в конце я должен применить X2, X3. Значит, φ2, 3 от минус единицы на C3, φ1, 3 от C2 и φ1, 2 от минус единицы на C1 к переменным X1, X2, X3. Вот. И оказывается, что такая форма линейной зависимости переменных, она эквивалентна той форме, которую мы имели в терминах матрицы отклика. Вот. Ну, и это, собственно, предмет моей заключительной лекции. Я расскажу вот о таком вершинном представлении матрицы отклика через локальную матрицу, которая живет, ну, которая 2 на 2, которая характеризует, которая просто эквивалентна закону Ома. И с помощью этой матрицы я могу описывать все матрицы отклика, ну, для сетей, ну, по крайней мере, на стандартных графах, ну, и вообще говоря, на критических графах. Вот. И вот это представление, это разложение, это некоторый универсальный принцип. То есть такое разложение является деформацией, например, разложения люстига унипотентной группы. Вот. Но это будет предметом следующей лекции. Спасибо большое за внимание. Спасибо.